Я ставлю на 3-1 в пользу Лины, либо 3-1, либо 3-0, потому что при всем уважении Линчанский менее аркадный, чем Флай. Флай на Тортл-Роке играет через Блэйда, а Лин через Форсира и, соответственно, через Гранд Хэтхантера, видимо, да? Да, Гранд Хэтхантера. Наконец-то дождались. Блэйд выбивает. Купленная серклетка, выбитый носок и здесь еще серклетка, перчатки, когти. Что-то такое может выпасть серклетка. Мои глаза открыты. Эльфикс говорит, вот как нужно читерить, чтобы ачивку заработать. Вот как нужно читерить, чтобы ачивку заработать, мои не понимать. Ты имеешь в виду, что не засчитываются подарочные? Все, еще. Хороший чайник. Фига, у Майкера Сатана на Тизе. Ну, там я проиграл, но это халява была просто. Просто халява. Гранта надо подблокировать, было поздно, сообразил Лин. Лин поздно сообразил, что? И пришлось еще один чайник тратить на Грунсера. Ладно. Так точно. Убежусь, что мы это добавили. С форсиром, как мы помним, есть продолжение, но все они такие более-менее агрессивные. Один через фейла, другой через саху. С фейлом прям сразу бежишь. Сахой. Есть опции. Учитывая, что делает шипастые укрепления, шипастые. Мне кажется, эта застройка будет с фейлом. Грейт очень дешевый, но его апнули хорошо, повысили. То есть он теперь возвращает фикс плюс процент от урона. Бастет, колбастетный пришел. Да, фейерлорд. Погнали. Давай, запрыгивай, баст. Баст, давай. Давай, быстро. Запрыгивай. Баст. Долго думаешь? Ладно, тогда нет. Все. Тогда никак. Нет, все-таки запрыгнула. Сомневалась, сомневалась. Рабочий подходит как слоу-поки. Блэйдмайстер с одним грантом и с сухой пытаются убить ФСа. Может и убьют. Надо чайником откинуться хотя бы как-то. Может и сейчас он не успеет эту ману свою потратить. Да, не стало откидываться чайником, что странно. А удастся ли без форсира застроить? Фейерлорд считает, что нет. ДВД Мэг говорит, я как овощ в Warcraft 3, когда делается грейд в том или ином здании. Как это видно по анимации? Зависит от здания, но как правило видно. В бараках горят вот эти вот. Ворота открываются. В лесопилке начинается этот самый пила работать. Но в некоторых зданиях, кажется, нет возможности увидеть. Хотя, может, и во всех есть. Склеп немножко светится. Слотерхаус крутится. Лорницы. Ну, все деревья там руками машут. Но... Блин, а есть ли реально здания, по которым нельзя сказать? По арканке можно сказать, по бараку, естественно, тоже. Грифонярни тоже видны. Спирит Лодж начинает дымиться, насколько я помню. Вот из трубы дым. Наверное, по всем можно сказать. Захлебнулась, к сожалению, атака Улина. Потерял, форсируй, и все. Ну и Блэдмайстер, третий. Сэха, пользуется случаем крепится. Наверное, я загнулся, 3-0. Жародер, 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 жародер форсируй, этот... Господи. Соберись, фаерлорд, повелитель огня, жародер. По кладбище нельзя вроде. Да вроде можно. Там такие духи вокруг летают. Кузница, тоже там анимация какая-то появляется, не помню. То ли дым, то ли огонь там в топке горит. Хантерс Холл тоже светиться начинает, если грейд делается. О, там на окончаниях такие светлячки как будто есть. Пеплобой. Да, ты меня называла. Ну и сейчас сильно отстают по уровню уже. 3-1 на 3, 2,5, может быть 3-3. 3,5, почти 3. Аура Тауреновская выпала с ихе. В Кузнице меха начинает поддувать жар. Во. Столько. И это ж было, понимаете, ж было сделано еще в самом начале. То есть какая продуманная до мелочей игра. Хотя эти вещи еще были в первом строковце заложены. Как вы помните. Здесь вот горят такие жертвенные, не знаю, чаны с огнем, короче, какие-то. Даже если лин догонит по криппингу. И там прокачает, например, жародера до третьего уровня. То при встрече, при встрече, все все равно должно встать на свои места. Ну что, Блэйд СХ тупо полезнее и для армии, и с руки больше урон наносят, чем Форсир и... Ну, Форсир диспелится для начала. Огненные элементарии тоже диспелятся. Только Чайник из нормального урона. Но тут компенсация лучше. То есть Чайник наносит меньше, как раз раза в полтора, чем лечение СХи. Аналогичного уровня, естественно. Возможно, зря взял вторых волков. Потому что все это, повторюсь, задиспелится. Блэйд начинает нарезать. Лайтнинг щелд. Армии, кажется, что у Лина немного. Блэйд, черепашка-ниндзя, всех убивает, нарезает. Вон, удар минус Headhunter, удар минус Headhunter. Тайминговый... Тайминговый рык. Блэйд уже начинает критами выдавать по Форсиру. Два крита по 200. Как же похорошело Форсиру. Инвул. Но уже после пропущенного удара. Еще крит на 192. И все, гг. Проблема Форсира как раз в том, что атаки тайминговые, если захлебываются, то все, перспектив очень мало. Чиза говорит, привет, дружище, привет, подскажи, будет Фуфа сегодня? Могло быть Фуфа уже сейчас, представляете? Но, увы, пацаны проголосовали за финал. Так, подождите, я могу веб-ку включить? Она работает. О! Работает веб-ка. Смотрите, кто ко мне пришел. Чья морда? Чья это морда? Урчит еще, кстати. Спокойно, Баста. Мало ли, Бастев. Не души котика. Она сама вот так вот положила. Мардинь, все в порядке, Бастачка. Не переживай. Все хорошо. Все нормально. Баста шикарно. Баста, ну Баста. Правда, контрастность невысокая. Видите, освещения не хватает. Когда ты черный весь, то есть проблемы с деталями. Косоглазый котан. Не косоглазый, а раскосый. Роскошный, раскосый котан. Баста, ну Баста. Бастачка. Видите, уши прижимает, глаза наверх. Типа разговаривает со мной. Баста. Видите? Баста. Бастачка. Хорошая моя девочка. Громче урчать начала. Ну что, мы заходим с вами в следующую игру. Кто из котов тебя постоянно харасит? Триска харасит всех. Просто всех. Никому покоя не дает. Ждем следующего матча. Наш любит мордочкой тыкаться в поверхность, чтобы глаза закрывало. А-а-а, это снова кот. Ну, ждем следующую игру. Пока заглажу Бастета колбастет. Вот. Конечно, было бы классно смотреть за Фоги, чем в финале. Представляете? Справился бы с Лином. Потом, как царь, просто встретился бы с Флайем. Это была бы совсем другая история. Что Флай не такой жесткий против эльфов. Хотя Мирор, признаться, у него, видите, хороший. Первую катку у Флайа уже взял. В смысле, у Лина. Флай, Лин. Прям. У них одна буква в никнейме меняется только. Да ведь? F и L. Вот оно, различия. А, кстати, заметили, что что-то орки, они любят короткие никнеймы. Ну, смотрите. РД. Пипс. Флай, Лин. Фокус тоже коротенький. Граби тоже не это самое. Сокол. Они больше пяти букв не могут. Орк-воркер. Ну, там от орка, ну, орк убираешь, просто воркер. Орк-бить. Ладно, 120-й там, да. Орк-зеленый. Орк-крушить. Так вот же, наверное, да, она. А им больше не надо, для счастья. Да-да. Хотя нет, TH, инфи тоже эти, все Sky. Какой-то расизм на стриме. Какой-то расизм на стриме. Андеды тоже в ФЗ, Тед Хэппи. Майкер. Майкер-сокол. Так, давайте, автокамера, погнали. Пойду руки помою и вернусь. Хотя автокамера здесь почему-то не работает. Фокус играет через ФСа. Там тот же самый Блэйд. Похоже, собирается фокус... Точнее, фокус. Какой фокус? Лин собирается уже все так же сыграть. Да, бастет? Колбастетный. Пойдем? Пойдем. Ну, баста. Ну, баста. Отомстим за Зулджина. За нас напали! Отомстим за Зулджина. На нас напали! Ну, это значит, что... Игры будут контактные, аркадные. Я бы посмотрел, как готовится к пушу Флай. Он в маркетплей зашел. То ли перчатки купил. Не хоти, нет, он не мог купить перчатки. Хотя, почему не мог? Сейчас реклепку купит. В маркетплей, как вы помните, выпадают те предметы, которые... Того уровня предметы. Какого выпали из убитых нейтралов. То есть, в самом начале в маркетплейсе как раз вот парочка предметов может быть и все. Здесь взял базовый. И что? И купил носки, получается. Или перчатки. Не помню, если честно, что выпадает из этого. Грандс Лайтнинг Шелдом врывается в хатхантеров. Теряется. Но... В целом, во-первых, тут минус хатхантер, как минимум один. Во-вторых, большие траты на лечение. Сейчас зря врывается. Хотя, если Слайтнинг Шелдом снова на Гранта. Во, побежал. Хорошо подблочил. Минус второй хатхантер. Неплохая реализация предмета. Грантом надо бежать. За Дулджина отомстим. Все, я к брату за шутками. Давай, хорошо. Сегодня же воскресенье, 9 мая. Так что многие, наверное, сейчас где-нибудь за городом. Игра была равна, играли 2 гг майкера. Говорит Смукус. Заходи к нам, Фуфа. Чемпион. Я буду с приоритетом к тебе относиться. С особым вниманием. Как же Блэйд давит. Вынужден использовать. Может и вернуться. Это же Флай, он может вернуться. Плюс там третий уровень, если бы ты добил кого-нибудь. Третий уровень получил бы сразу. Плюс 50 хитов. И может там где-то двойка силы прибавляется. Да я про оверлей. Да я понял, что ты про оверлей. А я про Фуфашечку. Лин что, не выспался? Да его, скорее всего, Фуфагич измотал. Играм напряженные были очень. Что поручишь? Взрываю сиан. Бульна, Владыка. И огня. Что прикажешь? Хозяин? Да. Кто на очереди? Чего прикажешь? Что поручишь? С кого начнем? Да, Владыка. Как можно вообще здесь... Направь мой клинок. Агива, смотрите, плюс 6. Тоже топовый артефакт. Бежит ловить. Минус. Хедхантер. Подходит основная армия. Просветка. Там есть лечение. Тут, правда, камень жизни. Возможно, неправильно оценил ситуацию Флай. О, знак заблочил. Знак заблочил? Нет. Знак не заблочил. Оооо, там просветка, лечение. Блэй пытается уйти. Чайника нет. Хекс, маны нет. Но окружают Сыху. Красиво. Сыха уходит. Тоже красиво. Очень все битое сейчас у Флая. Оба героя красные. Есть, правда, свиток лечения. Минус шаман. Не, вот это очень-очень хороший с точки зрения микроконтроля был момент. Обоюдный такой. Работа сделана. Тримхак сегодня будем смотреть? Да. Будем. В 7 часов он начнется, как и раньше. Только у Лина нет лимита. Ну, у них приблизительно одинаковый должен быть. 38-40. У меня больше Блэйд беспокоит вот такой. То есть он очень перспективный. Ну и постоянные потери, кстати, да, хатхантеров. Два юнита минус. Форсирует с телепортом. Справа не заблочили. Скроу за бист. Ну, можно же задиспалить было. Почему не диспалину? У одного духостранника есть... А, маны нет. Ой, в смысле не маны нет, а исследований нет. Он ученик только, он не умеет этого делать. Отличный момент тогда для скроу за бист. Плюс 22 урона у этого. Блин, Флай убивает Лина. И минус не прожаловывал. Нет, Лин косячит дико вообще. Просто косячит дико. Он даже не увидел, что форсирует. Он сейчас хекс теряет. Может, это какой-то персональный враг. Может быть, у них бэкграунд есть. Что... Но Флай очень четко отыгрывает в Мироре. 2-0. Все, мой прогноз уже не сбылся. Типа, что Лин чемпион. Что 3-1, 3-0. Что он по 3-0. Да я уже понял, что был неправ. Но сама игра, Лина, она какая-то очень странная. То есть... Не до контроля очень часто. Потери юнитов. Флай заряжен. Да, по поводу задачи, по поводу багов и... О, блин, забыл. Elphix. Elphix. Все в порядке. Мы в курсе багов. Уже добавлено. Элина, небось, дети отвлекают, дергают за ноги, просят помочь с домашкой. Помню классные игры от Флай. Бестеди говорит против 120-го в финале Голден Лиги с Тауреном Невидимым. Мне бы такую память. Алик Сри говорит, да они призовой же попилили, а сейчас просто катают, нараслабонят, как в покере дележка в турнире. Но вообще корейцы с китайцами не особо договариваются. Одно дело, когда там два соотечественника в одной команде. Могут быть подозрения. Но... Ждем. Надеюсь, что Флай победится. Мы пойдем в фуфашечку катнем. Успеем. Смогут говорить, да ты чего, это же азиаты, они там все на одно лицо. Путать китайцев-корейцев, это, конечно... У них все разное просто. Все. И внешность, и язык. Вот китайца от китайца, даже китайца может не отличить. Учитывая их количество. У них, кажется, даже фоток в паспортах нет. Толк. Ну, хотя в китайской визе тоже нет фотографии. У вас не будет фотографии. Ну, по крайней мере, так раньше было, не знаю, как сейчас. Но реально на китайскую визу вам не нужен паспорт. А с Южной Кореей, кстати, у нас без виз. Или какая-то упрощенная система, что ты можешь приехать и на месте оформиться. Если я правильно помню. И уже несколько лет такая система работает. Ну, как с Финляндией, например. Минутка расизма на ГГ. Да почему минутка? Эльфы, имба, все остальные не очень. Можно развить тему. Пошли по баянам. Едут в лифте два японца, грузин, армянин и азербайджанец. И тут один японец говорит другому. Эти русские все на одно лицо. Опенхеймер говорит. Без виз, летал, просто в самолете небольшой бланк заполняешь и все. Да, это круто. Бастет, нет? Давай, нос, пип и все. Потому что если у вас есть возможность, например, слетать в Южную Корею, ну, например, если вы находитесь недалеко, если вы во Владике, то, ну, это интересный опыт. Потому что там киберспорт, там такой IT, прям хай-тек-хай-тек. Родина Самсунгов. Все очень разумно, компактно. Культура особая, опять же. Кому нужна Южная Корея, когда есть Северная? Ну, у нас с ней не без виз. Ну, и там, конечно. Без виз еще на Бали. Вьетнам тоже. Угу, угу. Есть. Третья игра появилась. Флай ведет 2-0. Интересно, Лин будет в третий раз с Форсера играть или нет? Не, не играет. Все, взял Блэйдмастера. Типа, да ну нафиг, лучше стандартом сыграю. Может быть, он и прав. В чем была Страта Лина с Фэсом? Ранняя агрессия. В первой игре вроде как получилось, если бы он Форсера не потерял в атаке с почти полной маной. Но обычно Форсеру всегда достается в такой ситуации. То есть, Флай так и контрит эту тему. То есть, сразу у него Блэйд затаренный. Иногда даже третий к тому моменту. Он Хекс тыкает просто в Форсера и все. И вся атака захлебывается. Воооот. А в целом у него ситуация была неплохая в той игре на Тартл-Роке. Он там подрезал одного Гранта, подрезал второго. Кажется, даже подрезал третьего, когда пришел на базу. И у Флая было два героя и два Гранта. А там где-то семь. Опа! Опа! Подождите, подождите. А почему он в Виндвок не ушел? Там же больше двух секунд прошло. Почему он в Виндвок не ушел? Еще одного Гранта окружил. Что? Как? Двумя юнитами он окружил сначала героя, потом Гранта. А, там крит на первом был для темпа. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Идет Харас Харас блейдом Под одним боровом стоит Шатает добычу Отступил, замазался Так, у меня курсор застрял А, все нормально А, это пока О, я ему могу при... О, получается, можно играть Видели? Я проконтролил блейда сейчас Вот это да Не, не всегда работает Хагош Там прям, ух, атака из виндвока была У-у-у-у Надо было Фоге помогать Это сразу Архон Мод, помните? Ох, сейчас Блэйд вернется И можно двух рабочих шатнуть а он их спрятал и замазал вот это у них у орков такие подстройки дикие на этом просветка работает нет смысла ли на тут проявляться он скорее просто вы пытается время выиграть за счет этой беготни параллельно крепится при этом фасты 3 интересное решение и блогмайстер 3 там не 3 там только 2 с небольшим причем 2 еще одна сер клетка винд бог форсаж врубил нежели поймает как он читает игру вообще как он читает игру просветка есть ты должна быть добил артефакт стырил линчанский что-то все может не надо было ничего придумывать с этим с форсиром все же отлично получается просто делаешь то же самое только лучше ах не успел добить хотел но не успел просто разрядился виндвоком чтобы он там мигал уже пропадал что прикажешь бегают бегают очень странные картины иногда смотришь один невидимый blade убегает от другого видимого блэйда не огрызается просто просто бегает терпит удар ну идет криппинг работают над шаду хантерами собирают предметы я вот думаю а почему андеда не используют захваты у большей нейтралов же можно было бы захватить были такие стратегии кстати даже на профессиональном уровне есть ограничения ты не можешь захватывать здоровых нейтралов которые выше шестого уровня шестых можешь выше не можешь захватывали соответственно вот таких вот гнолов вот таких вот ради команд ауры захватывали о граф с бадластом вот то есть реально если ты берешь и меняешь баньши у которой там 350 хитов на гнола у которого 750 аура и милишный урон хороший это хороший профит огненный плащ стырил блин о лин давит ли серьезно так он потерял столько артефактов уже в этой игре да и флай выливает ну вангую хотя ванговал уже что ли не будет очень менять теперь страту все теперь только блэйдмастер и переигрывать на классе посещен can not be used in flying units here is a creeps above five level не 6 опять оказывается так что да раньше можно было всех насколько я помню посещен меняли можно было всех захватывать насколько все таки менее интересно смотреть если нет фогича да или кого-то кого-то из наших блэйда запозесил кайфуешь так его надо кормить еще пять лимитов все-таки но раньше на героев тоже посещен не действовал дуэльных картах моменты выхода большие уже нейтралов не остается это тоже хороший аргумент то есть сейчас действительно карты такие маленькие что криппинг а криппинг бойки странные люди проголосовали за продолжение наблюдения за турниром ну я бы тоже фуфак от нул если честно признаюсь вам чем орг на орг смотреть но это финал в конце концов понимаете финал есть финал до одинаковые расы да нет наших гофа посмотри не 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 уже все уже начали досмотрим наложи вето на голосование у нас же демократия когда новый сезон диаблы я бы дождался патчей поиграл еще мультиплеере ну патча который там с забалансит либо урон либо защиту защиту 21 в пользу флая но вторая игра была очень конечно однокалиточный полная доминация с а сам самого старта лин показал чудеса микроконтроля двумя юнитами и с использованием там особенности местности нейтральных убил блейда убил гранта дальше было все уже такое у нас к первому мая же еще этим смайлики тематические появились есть есть ты кроме хума эльфа никого не пробовал мэнить когда серьезно играл нет 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 я только посвятил где-то по паре месяцев на другие расы для того чтобы написать серию статей в навигаторе вот и ну зандыдов даже на турнире в питере поиграл правда карме проиграл но там все равно хорошие игры были флай синие справа лин красный слева погнали лин играет через блейда так же как и на прошлой карте повторюсь скорее всего форсира не будет да лонг эльф тебя тоже с праздником 9 мая сегодня день победы как он был от нас далек кольцо защиты плюс 3 когти плюс 5 как это ни странно кольцо защиты плюс 3 если блейды будут друг друга постоянно атаковать оно будет выгоднее чем чем когти то есть вот берете двух блейдов стравливаете и когти проигрывают потому что когти резали а кольцо поднимали в полтора раза что поручишь что прикажешь второй бору мимо минус а в это время линта занят рабочий сваливает не знаю кто больше от хорошего от этого получил тут плюс артефакт плюс экспа там минус сбору который ох чуть не убил рабочего это было бы плохо что поручишь ну и блейдмайстер в целом здесь опа грант грант не выйдет уже недоконтраливает лин странно но недоконтраливает очень рабочий страдает минус 2 раба уже 2 раба частично добыча леса и золото на одного грунцера ну второй уровень и артефакт такое я не берусь сказать кто кто остался в плюсе здесь вроде как терять рабов во время грейда даже если у вас не разделенные рабочие особенно если вы не должны терять если у вас все там рассчитано так что хватает должно на все это ну вот можно посмотреть сколько мне добывал 240 леса 420 леса а и посмотрим сколько да закажет рабочих мне кажется минимум один но скорее всего 2 их да закажет может 1 хватит после окончания грейдалин у mixed выбить артефакт лечебный бальзам оставил чтобы стырить артефакт скрита набил а скрита набил у и лечебный бальзам еще класс ну как но в 15 процентов ну почему крит в конце флай хорош да хорош на рандом крит флай хорош как это fly хорош в анну ты чего ты же не можешь крит придержать он не это самое не рассчитывал что рядом кто-то есть скиллуха да 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 скиллуха кристаллов с хитом классика дилюжин это скилл это ты не можешь он смог да что есть то есть blade хотел зайти без виндвока но его хорошо заблокировали рубаки у рубака и учитывая что у него маны там было 106 он не мог просто так взять виндвоке зайти и потом спокойно выйти то есть зайти он смог а выйти бы вряд ли у него там персональный телепорт был носа х хекс предмет забрал fly а предмет тот который да у а нет лин забрал предмет линж забрал предметы до бутылку вот это важный момент ну я за флая с детства за флая придется еще один хекс тратить побоялся что прилетит хекс и что с грантами и сухой хватит урона такая движуха повсюду куда ни глянь везде контроль кто там стоит лечится кто-то там крепится кто-то джекать пробует духи земли духи да лид мастер подбежал но что-то здесь уже не словить ничего два хекса есть хоть сахабит и хоть рубака тоже нездоров ой 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 как же ловит как же бесит блэйдом те там и стрелями нужно справляться а тут блэйд мастер с мечом нарезает героя кто кританет первым тот и выиграл опа просветка о о о о о виндвок на виндвок о хекс 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 куда ты кого ты как ты что ты зачем ты хекс хекс уа инвул купил но не успеет прожать минус блэйд до изи для лина это 2 2 друзья то есть видите переключился на стандарт и выяснилось что надежнее получается на флай аркаде как обычно бегает блэйдом своим для него это норма блэйда взял блэйда отдал мой блэйд чё хочу то и делаю блэйд мастер 3 с х одинакового уровня здесь блэйд 2 1 1 1 1 1 если объективно флай или фокус сильнее объективно я не умею что-то не помогал контролить за тебя блэйда отдал вообще-то кажется что он даже с инвулом там не выживал никак но не выбегал блэйд начинает просто нарезать уже можно продать lightning щелк не так он нужно купить сервисер клеточками а нет не хочет что странно третий с их а уже может повернется как-то еще игра тут не знаю как вообще лин идет уже убивать если что как будто вот он идет уже убивать у него затаркать конская мана есть светокличение есть тут нет ничего а там т3 минус лавка минус арба он село горит кто тренируется микро остатки но видимо главное тренить криты смех смехом я пытался разобраться с анимацией критов там же он по-другому бьет и думал можно ли сделать стопа и атаку по анимации на старте на рандомить крит то есть ты видишь что атака не та нажимаешь с и он сразу после этого на следующий удар вне вне кулдауна но нет не получается да это из для лина 222 врубает грамотно винвок но проблема в том что 47 лимита где-то на 29 32 извините там с до заказе кто-то был просто и все и все-таки решающие 5 чуть-чуть не дали не не дожил до тауренов об минус бы час будет просветки нет было четвертый работаем лечим пытаемся сажать кодой терпит у это урина сажали и кодой такой все-все-все-все-все я домой она турина была надежда а сейчас надежды нет блэд мастер без виндвока его окружили убили гг выходим наш герой убит наш герой убит хотелось 3-0 но у нас 22222 да и с точки зрения морали я имею ввиду как бы это сказать плюс морали геройская морали не морали такой из сказок из рассказов морали геройской с орлом с этими с крыльями у лина сейчас колоссальное преимущество представляете на месте fly вы ведете 2-0 и потом вас почти в одну калиточку просто сменив стратегии убивает он такой только же что только что вот буквально полчаса назад все было хорошо что же мне делать ну а у лина наоборот если уж ты довел до 2-2 у тебя мотивация на третью победу на пятую игру просто максимально поэтому все-таки все-таки с детства за алина он победит то хосподи говорит зоги если бы лин сразу блэйда играл не было бы 20 могло бы 20 мог быть 10 мог быть 30 всякое могло быть такая залина ждем пятую решающую потом будет фаршечка успеем что следующий матч стартанует 7 часов там много наших собрались собрались маскадуи контрит масса уренов смотря какой масс смотря смогут ли съесть или не смогут хотя не они не должны вот прям масс масс если мы ограничены 100 лимита если ты берешь делаешь что лимита кодоев и 100 лимита тауренов то таурены должны выиграть ну потому что когда и будут сначала толпиться не все будут съедать они будут получать сплэш плюс таурен а стоп таурен же больше лимита занимает опа таурен же пятерку живет если я правильно помню они четверку как все остальные сейчас ворки меня поправит казалось что пятерку да говорят а кодой 4 то есть бесконечное количество кодоев то есть точнее на любой лимит получается больше кодоев чем тауренов то есть они реально могут всех съесть хитро они толпиться будут конечно кто-то съест отойдет назад стрелять будет но задачка непростая согласен есть кстати карты где можно синтетически сравнивать юнитов маска 2 ультимативная стратегия антиграундовая да расскажи это рефлам 40 с полиморфом финдам даже финдам внезапно даже футменом донат пропустил вольдизель говорит сам сам мы животрепещущий вопрос будет ли пупк не пугу был вчера пупка сегодня не будет погнали цвета те же самые лин играя через блэд мастера снова как ты тебя сказать число вчера да я зря с утра поехал в гости зря попарился потому что после этого ты такой размягченный и за компом не очень хочется сидеть то ли это с давлением связано то лечишь чем-то не хреном знает стране было хреновая ну и плюс матчи вечером варкафте были не очень что поручишь так немного разный крипрут более хороший артефакт выбил зато иконку фрост армора запомнили зачем так это же китайцы просто армора ситка все что связано с черепами этот череп на у андэдов проклятый череп тоже по-другому выглядит подстройка под культуру черепа кости у них под запретом здесь уже не важно кто победит какой из этих орков это все равно приведет к окончательной победы победе когда был сегодня тогда был но тогда был но не победил в тот момент когда должен был зайти у фогича можешь объяснить почему все новые карты на двое игрока это баланс не давай запрыгивай ну да их проще балансить то есть дисбаланс вносят большие карты из-за того что некоторые расы чуть лучше чем другие ставят эксп например то есть орку поставить экспант например сложнее всего сейчас между прочим эльф это халява али хуманы ставят очень быстро андеды теперь уже ну и дешевле эксп стал и околиты побыстрее по защищенней а вот орков проблемы с экспантом поэтому если карта какая-нибудь большая где можно сразу пойти вылепить эксп то орков в этом направлении будет имба фонтана опять же здоровье какой-нибудь тот же самый гнул вот огромная карта с фонтаном или lost temple большая карта с фонтаном наоборот была хороша как раз для орков потому что тебя блэдмастер ты все артефакты в центре тыришь у тебя на халяву лечатся гранты там с трех грантов и ты уже можешь центр крипит спокойно на халяву после этого лечиться другим разом посложнее эльфы на втором месте на карте с фонтанами если играю через хантрес ну потому что ночь потому что не 700 а 600 жизни но тем не менее все равно регенится это можно было этой темы можно было избежать если бы фонтан восстанавливал фиксированное количество то есть если бы он восстанавливал там три хита в секунду просто чтобы на всех одинаково действовал но близзы сделали фонтан такой как как хилвард то есть на фонтане юнита восстанавливает здоровье в процентах 2 процента в секунду кажется так это такое число то же самое абсолютно а по почему еще балансить можно но в остальном некоторые вещи вносят коррективы свои типа наличие количество магазинов например на карте наличие лагерей наемников тоже могут вносить такие темы и в целом чем меньше карты тем больше контакты тем больше баланса тем проще баланс карта получается но я небольшой сторонник прям всех соло карт потому что потому что хочется иногда макро посмотреть хочется посмотреть чтобы лимиты хорошие были старый добрый лт например или twisted meadows затяжные игры там затяжные ну там высокоуровневые герои правда там андедом хорошо раз за то что крепится можно много где плюс унифицировать карты на мой взгляд это а тут явно идет унификация по по типу это очень плохая тенденция в целом ну на примере первого старика как раз с лучше лучше разнообразие лучше заставлять игроков думать лучше заставлять игроков использовать разноплановые стратегии так просто интереснее поэтому я против у них унификации качается сейчас у флая ситуация а нет это линовский они цветами поменяли смотрите оказывается лин красный а флай синий боник привет так это отлет получается отлет флая сейчас будет во первых он бит во вторых у него саха недокачиваем а ну там же блэй третий а там первый не-не-не-не-не-не-не и т3 на т2 не-не-не-не-не-не тут совсем другие факторы друзья еще ничего не понятно там у флая блэйдмастер третьего уровня здрасте а тут первый часто в рент придет сверху изменения внесет это флай 32 не 322 а 32 турин пытается ворваться ему нужно левее уходить хотя бы к трем грантам куда-то туда году и уворачивается в смысле грант уворачивается где стомп алло стомп наконец-то уже был хорошей позиции на стомп не делал когда и подставляется фурдж арба у блэйдмастера есть но все это развал флай выигрывает еще один стомп давай go уже когда есть молодец отходит от кодо я вообще молодец правда флай отступает не знаю с чем это связано неужели с третьим сухой неужели он настолько крут мана есть у таурена надо выпивать стомпать или просто отступить попытаться но сейчас сетка сетка штраф штраф блэйда бьют пора уже бутылку выпивать иначе сдохнуть можно от хекса выпивает турин турин пропил или схеману передали схеману передали передали пытается убить кодоя кода для народа когда молодой умирает а рейдеры штрафует таурена стомп на накопившуюся ману стомп не перед смертью ну молодец и что не уйти отсюда то есть саха 3 внес больше влияние в битву чем арба это урен пытается свалить сейчас флай резуректы блэйд еле-еле улетает но очень много жертв не убежит она магического урона 41 на 47 алина больше реально линз похоже затаскивает мне показалось что он там в плохой ситуации учитывая подходящего таурена арбу но реально саха цене в этой ситуации получился до флайвил 20 наточил я свой топор сам лин доделывает т3 духи земли укажут мне путь что прикажешь на нас напали главное сейчас не торопиться ему тоже тоже купить на на этом тире все что ему нужно арбу сделать кодой апгрейд естественно самые эффективные вещи на т3 формула 1 под галкой можно стримить до первого страйка то есть если к нам обратиться правообладатель так то вы смотрите пожалуйста если будут законные требования то позиция не очень хорошим торин получает 2 иллюзий тауренов очень хорошее решение но подставляется с х неуязвимость у него съедает правильного таурена представляете правильного таурена кодой съедает как же грамотно линдзис играет а пытаются шатнуть блэдмастер у нее есть камень жизни он проедает 4 блэд так они друг другом месяц вы посмотрите сумасшедший урон критами обмениваются и падает блэйд флайер вопрос убьет он сейчас линовского байда или нет если нет то это все он пытается потом виндок есть скоро и он выходит в инвиз просто в тот момент когда хекс да что тебя тревожит что стоп и стоп флай победил что ли я цвета напутал синий флай си флай победил очень внимательно за игрой смотрел флай молодец хотя конечно чё-то одинаковые орки у меня код понимаете флай молодец все продолжение турнира будет через два часа мы будем с вами смотреть dreamhack в dreamhack будут разыграны еще четыре квоты в плей-офф то есть финала нижней сетки будет играть не трон крафт сайт был